Государственная миграционная служба получила официальные документы об израильском гражданстве украинского депутата Вадима Рабиновича. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Он убежден, что теперь, уже в ближайшее время, Рабинович может лишиться мандата и украинского гражданства. Все подробности в нашем материале. Украинский нардеп Вадим Рабинович гражданин Израиля. Официальное доказательство этому от Министерства внутренних дел Израиля получил депутат Сергей Каплин. В частности, в документах говорится о том, что у Рабиновича там есть идентификационный код, а его получают исключительно граждане страны. В Израиле украинский депутат взял себе имя Давид. Отчество, дата рождения, а главное, подпись полностью совпадают. Эти бумаги с официальным переводом и печатями нардеп уже направил в государственную миграционную службу. Соответственно, нормой чинной украинской конституции и юридическим результатом доведения наявности этого подвижного гражданства должно быть избавление депутатского мандата и выселение из нашей страны. Но вместе с тем, еще раз наголошу, мы должны расследовать все те факты, которые уже сегодня известны ГПУ и НАБУ, которые сейчас расследуются относительно порушения антикоррупционного законодавства, крадежок и других афер и манипуляций. Напомним, на прошлой неделе в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что открыли против скандального депутата Рабиновича уголовное дело за незаконное обогащение. Правоохранители также полностью проверят декларацию политика за 2017 год. Журналисты уже не раз заявляли о том, что лидер партии «За життя» скрывает свои настоящие доходы и затраты. В частности, он не указал в декларации эту виллу в израильском городе Бита-на-Арон вблизи Тель-Авива. Именно здесь он и проживал, согласно бумагам. Цены недвижимости в этом историческом центре начинаются от десятков миллионов долларов. В декларации Рабиновича также ни слова об этой вилле в Кончезаспе под Киевом, которую он арендует за 10 тысяч долларов в месяц. И этой виллы на Печерске в столице, площадью 700 квадратов. В СМИ уже не раз писали и об элитном отдыхе и перелетах Рабиновича на частных самолетах стоимостью миллионы гривен. По данным журналистов, роскошную личную и политическую жизнь украинского депутата финансирует российский бизнесмен Павел Фукс. В частности, Рабинович через жену получил от него 23 миллиона гривен как задаток за продажу земли. Однако эта сделка не состоялась. По данным нардепов, уже осенью ГПУ готовятся представить все эти факты в парламенте. Тогда же с Рабиновича готовятся снять и депутатскую неприкосновенность. Все эти нарушения и вранье теперь могут сулить Вадиму Рабиновичу не только потерю депутатского мандата, но и свободы.